Доброе утро, Ульяновск и вся Ульяновская область! Как вы думаете, почему утро этого четверга добрее, чем другие? Ну как это, почему? Потому что в эфире самая ранняя программа нашего телеканала. Вот и нет. Сегодня, 13 января, в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов. День российской печати. Он связан с исторической датой, началом издания первой российской печатной газеты. 13 января 1703 года по указу Петра Первого вышел в свет первый номер газеты «Ведомости». И носил он название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в московском государстве и в иных окрестных странах». После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая, дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» и переименован в День советской печати. Но в 1991 году постановлением Верховного совета РСФСР дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января. Ну что ж, с праздником нас, Володя, и, пользуясь случаем, поздравляем с этой датой всех наших коллег. Ну, хватит поздравлений, пора начинать. В утренней студии для вас сегодня работает Екатерина Терещенкова. И Владимир Гаврилов. Поехали. «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы – спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Володя, признавайся, как твои новогодние праздники тебе удалось себя привести к рабочей неделе в форму? Или ты ее вообще даже не терял? Вот таким вот чудесным образом? Я не терял, я наоборот, перед праздниками вошел в чудесную форму, был строен, бодр, свеж и неотразим, не побоюсь этого слова. Ты отказывал себе в застольях и салатах? Ни в чем себе не отказывал, не имею такой привычки. Пока можно наслаждаться едой, буду наслаждаться. Но между тем, врачи предупреждают, после застолий опасно устраивать разгрузочные дни и есть соленые продукты. Поэтому, если все-таки кто-то из наших телезрителей набрал чуть лишнего, не отказывайте себе в удовольствии. Ну, не то, чтобы продолжайте в том же духе, но не переусердствуйте с ограничениями. По словам диетологов, дни на гречке или воде после праздников противопоказаны. Это будет таким же стрессом, как и переедание. Ну, не вставайте на весы, говорят специалисты. В любом случае будет плюс, поскольку еда просто еще находится в процессе переваривания. Также возможен отек от непривычных продуктов и напитков, который сойдет все-таки, ну, хотя бы к концу недели. Кроме того, после застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, не налегать на копченые и соленые продукты. А еще нужно есть содержащие клетчатку, овощи и фрукты, которые способствуют улучшению пищеварения. И, как вы понимаете, раз мы о здоровом образе заговорили, жизни, в эфире рубрика «ЗОЖ». Всем привет! Сегодня мы снова возвращаемся к зарядке, в которой мы обязательно используем дыхание животом. Мы дышим вдох носом, выдох ртом, живот активный, и это помогает нам обогащаться кислородом. Сейчас я покажу вам упражнение, с которым мы будем непосредственно дышать. Итак, вы соединяете ладони вместе. В йоге называется жест намасте. Жест приветствия. В этот момент вы объединяете свою мужскую и женскую энергию. Соединив ладони вместе, немножко надавите пальцами рук друг на друга. Ладони поднимите на уровне груди и стопы поставьте вместе. Большие пальцы ног должны касаться друг друга, но все остальные мы разводим максимально широко. Это очень полезно для вашего позвоночника. На самом деле здоровье спины очень зависит от наших стоп. Обувь узкая, мы очень часто сжимаем свои пальцы и хотя бы на тренировке. Позвольте им быть такими расширенными, как у младенца. Сейчас соедините ладони вместе, макушку вытяните наверх и максимально растопырите свои пальчики. Делаем вдох, а с выдохом начинаем скручивать грудной отдел в сторону. На вдохе мы возвращаемся и живот раздувается. На выдохе мы скручиваемся в другую сторону, живот сдувается. Все время контролируйте пальцы ног, широко расставляйте их друг от друга и давите ладонями максимально. Итак, делаем с дыханием. Делаем вдох носом, живот надулся. Выдох, давим ладонями друг на друга и начинаем уезжать корпусом в одну сторону. Вдох, вернулись в центр. Выдох. В другую сторону. Вдох, выдох через рот. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох и выдох. И со вдохом возвращаемся в центр. Можно сделать 10 раз, 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую. Это упражнение я рекомендую делать так же, если вы устали от того, что много сидите на работе. Можно подняться, подышать в обе стороны и ваша грудная клетка немножко расправится. Всем спасибо. Пока. Будь здоров. Тележурнал о медицине, спорте и здоровом образе жизни. В наших выпусках расскажем о новых технологиях и методиках лечения, уникальных специалистах и достижениях региональной медицины. Максимально просто ответим на сложные вопросы. Каждый вторник программа «Будь здоров». На телеканалах «Репортер 73» и «ОНР». На финишной прямой в 2022 году в Ульяновской области завершат возведение шести социально значимых объектов. В эксплуатацию введут детские сады на улицах Отрадной и Шигаева в областном центре, а также в селе Сосновка, Дом культуры в селе Дмитриево-Помрязькино, школу в Димитровграде, футбольный манеж на улице Шолмова в Ульяновске. Стоит отметить, что из-за резкого роста цен на стройматериалы в прошлом году изменилась сметная стоимость возведения объектов. Поэтому вопрос финансирования работ стоит достаточно остро. Объекты необходимо сдать в установленные сроки, и для этого приняты меры и на федеральном, и на региональном уровне. Так, федеральный центр принял решение о возмещении части дополнительных затрат регионам. Для получения средств регионы должны провести соответствующие расчеты, пройти государственную экспертизу и направить заявку в Минстрой России с просьбой предусмотреть финансирование из федерального бюджета. Планируется, что бюджетные средства для дополнительного финансирования будут сформированы к марту 2022 года. Также разработано соответствующее постановление на региональном уровне. О главном расскажем далее. Сурские вершины, Вязовские балки, Бахтеевские увалы, Ульяновский дендропарк. Восемь заказников и пять памятников природы на территории области пройдут процедуру функционального зонирования. В результате определят участки заповедные, рекреационные, природоохранные и научные. В этом году мы от лица научной общественности проводили инвентаризацию восьми особых неймовых природных территорий. Это три заказника и пять памятников природы. Это нужно для того, чтобы подтвердить, либо опровергнуть природоохранную ценность данной территории. То есть они в свое время были выделены. Многие из этих территорий были выделены в 90-е годы, какие-то еще раньше, какие-то в начале 2000-х. И, разумеется, время идет. И нужно отслеживать, как развиваются экосистемы. И мы искали, выявляли редкие виды, сохранность ландшафтов, искали нарушения, какие есть. Для всех проверенных территорий подтверждена, ну, для восьми, о которых я сказал, подтверждена природоохранная ценность. То есть они до сих пор представляют собой ценные природные объекты, которые должны охраняться. Такое зонирование прежде было только на особо охраняемых природных территориях высших категорий, заповедниках и национальных парках. Теперь опыт переносит на региональные особо охраняемые природные территории. Это позволит грамотно и без ущерба для природы использовать участки. Определить, на каких территориях внутри ОПТ могут быть проведены рекреационные работы, в том числе посещать людьми те участки, которые они могут, не повредив тем самым антопогенную нагрузку, не повредив природе. Есть, например, зоны, которые научные. Они позволят научным сотрудникам изучать те ценные природные элементы краснокнижных растений, животных, которые обитают на этих территориях. Функциональное зонирование отразят на специальных картах. Но прежде биологи, зоологи, геологи и ботаники проводят детальное обследование участков. Описывают ландшафт, животный и растительный мир. На Бахтеевских хувалов, это наш заказник на юге Ульяновской области, мы нашли в этом году гнездовой участок змеи ядов. То есть там давно были известны участки солнечных орлов, участки орлов-карликов, а в этом году нашли еще одного редкого хищника, змеи яда, который, ну, гнездовые участки там в Ульяновской области можно пересчитать по пальцам двух рук. Вот один из них появился там, в Бахтеевских хувалов. В прошлом году работу по функциональному зонированию провели на 12 особо охраняемых природных территориях региона. Всего таковых у нас 137. Они занимают 5% от всей площади области. Задача, что ставит перед собой Минприроды до 2030-го, достигнуть 10%, что позволит Ульяновску стать передовиком среди субъектов России по количеству заповедников. С 14 января в Ульяновской области стартует заявочная кампания на предоставление путевок за частичную стоимость в загородные оздоровительные лагеря. Заявку на приобретение путевки в детский оздоровительный лагерь необходимо зарегистрировать в электронной форме через портал www.leto73.ru Уточнить наличие свободных мест можно в разделе «Заявочная кампания за частичную стоимость», в подразделе «Наличие мест», после чего оформить заявку в выбранный лагерь, а при отсутствии мест выбрать другое учреждение, смену или подать заявление в резерв. Отметим, что в 2022 году путевки за частичную стоимость предоставляются на 21-дневную, 14-дневные и 10-дневные смены. Ребенок может принять участие в нескольких сменах, но общая продолжительность их не должна превышать 28 дней в календарном году. Вот такая интересная тема. Зимняя, вроде бы зима, да, говорим о лете, но сразу скажу небольшой спойлер. Завтра не пропустите программу «Утро» с репортером, где мы подробнее осветим эту тему с нашим утренним гостем. А пока рубрика «Это интересно». В НКЦ имени Славского гостей из дружеской Палестины встречали, как водится, хлебом с солью. Многонациональный Димитровград открыт к сотрудничеству с разными народами. И сотрудничество с Палестиной яркий тому пример. Предыстория начинается в августе, когда мы решили с коллегами, с учителями ЗО, участвовать в выставке «Палестина глазами российских художников». Мы им отослали свои работы, и они приняли. И теперь мы входим в их команду. Продолжением дружбы Палестины и Димитровграда стала выставка, которая открылась накануне Рождества в НКЦ имени Славского. Надо сказать, что национальная чувашская автономия города и Меликесского района входит в организацию, поддерживающую творческие связи с этой страной. Активно город сотрудничает со всеми. И в городе действует 9 на культурных национальных автономии. Помимо данных культурных автономий, город Димитровград активно участвует и в побратимстве. И у города Димитровграда есть 7 городов-братимов, с которыми мы взаимодействуем, делимся своим опытом. Благодаря выставке, которую видят люди в мире, они узнают друг друга, культуры друг друга. Вот вы, уважаемые исполняющие обязанности глава города, говорили о том, что несколько городов уже в обратиме с Димитровградом. Я очень надеюсь, что и какие-то города из Палестины появятся в обратиме с вашим прекрасным, замечательным, добрым городом. Символично, что выставка «Дружба народов» открылась накануне Рождества, одного из самых значимых праздников для христиан. Это в своей приветственной речи отметил епископ Меликецкий и чердоклинский Деодор. Свою дружбу Димитровград и Палестина закрепили подписанием соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Александра Кондратьева, Димград, 24. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Сообщения о минировании областного и арбитражного судов в Ульяновске пришли по электронной почте. Следом аналогичное письмо поступило в городскую администрацию. На всех потенциально опасных объектах объявили эвакуацию. К зданиям оперативно прибыли силы полиции и Росгвардии, пожарные, спасатели, а также медики. Каждое помещение проверяют кинологи с собаками. Движение по улице Кузнецова, на которой находится мэрия Ульяновска, перекрыли. В данный момент персонал городской администрации эвакуировал. На месте работают спецслужбы, кинологические службы. Движение по улице Кузнецова перекрыто. На месте дежурят специалисты, сотрудники Росгвардии и пожарные охраны. Скорее всего, никакого взрывного устройства обнаружено не будет. В течение всего дня в Екатеринбурге поступали сообщения о минировании школ. Сперва их было 80, затем 90, а в итоге угрозы получили на почту 150 образовательных учреждений региона. Кроме того, 15 судов Новосибирска приняли аналогичные сообщения. В Европейской части России взрывами 12 января пугали не только ульяновцев. В Пензе эвакуированы учащиеся более десятка школ. В Туле и Смоленске также якобы заминировали по одному суду. В Петербурге три. В Москве сообщают о 15 случаях. Сотрудники ФСБ отметили, как правило, ложные угрозы направляются с компьютера с измененным IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий. Очередной всплеск лжетерроризма также станет предметом для самых пристальных разбирательств. На предварившем личной встрече заседании правительства Алексей Русских напомнил, новому кабинету министров предстоит защищать отраслевые стратегии. В каждой отрасли в ближайшее время выработают план по дальнейшему перспективному развитию. Главам направлений предстоит защита своих проектов перед администрацией губернатора. Скоординироваться профильным ведомством призвано, среди прочего, новое министерство цифрового развития региона. Его возглавил Виталий Кузнецов. Перед новым министром ставятся три задачи. Сохранять ядро цифровой команды, контролировать бюджетные расходы на отрасль, стремиться к достижению национальной цели развития к 2030 году. Цифровизация вышла практически в каждую сферу нашей жизни. Ни один процесс не происходит без электронных устройств, без интернета. И в этом ключе вам, как министру, конечно, вводится очень большая роль в отладке всех процессов. По всем министерствам Ульяновской области мы должны быть передовым регионом. На встрече с покидающей регион Натальей Исаевой и замещающей ее пост Анны Тверсковой губернатор напомнил, что на предстоящей защите проектов его будет интересовать именно стратегическое развитие и предложение по качественным изменениям, а не текущая работа. Наталья Исаева покидает регион и займется работой по привычному профилю, но уже в Нижегородской области. Анна Тверскова подхватит ее направление пока что в статусе исполняющей обязанности. С учетом передназначения министров просвещения и культуры Ульяновской области, к настоящему времени без портфеля остается она и Михаил Семенкин, исполняющий обязанности министра АПК региона. Ожидается, что вопрос с его назначением или неназначением разрешится в ближайшее время. Центральная Россия уже приняла удар нового штамма коронавируса. С каждой новой мутацией ковид становится все опаснее. Омикрон отличается особенно быстрой распространяемостью. Инкубационный период до двух суток. Фиксировались случаи, когда вирус начинал поражать клетки организма спустя несколько часов после контакта с зараженным. Он гораздо опаснее в силу, опять же, своей высокой заразности. Известно, уже наблюдается случай болезни детей и достаточно тяжелых заболеваний беременных женщин, а также, как я уже сказал, непривитых граждан и граждан с тяжелой сопутствующей патологией. Возможно, изменение симптомов болезни. Врачи не исключают этого. Штамм может повести себя непредсказуемо. Снизить риск тяжелых последствий для здоровья может вакцинация. Даже в случаях заражения, как уже доказано, ковид у привитого пациента протекает легче. У большинства вырабатывается сильный иммунитет. Вакцина работает против нового штамма. Что можно сказать про омикрон? То, что он является восприимчивым и создается хороший иммунитет при вакцинации нашими российскими отечественными вакцинами. В частности, вакцины «Спутник Ви». В настоящее время четко доказана эффективность вакцины «Спутник 5» и, соответственно, а также бустерные вакцины «Спутник Лайт» в отношении данного штамма. Вакцинироваться необходимо, но кроме этого нельзя забывать про достаточно стандартные, понятные уже и родные, наверное, все меры. Это маски, это социальные дистанции, это своевременное обращение к врачу. На сегодняшний день более двух тысяч человек переносят ковид дома. Свыше тысячи пациентов под наблюдением врачей в больницах. Специалисты отмечают незначительное снижение заболеваемости. В это же время виден спад темпов вакцинации, что, по мнению экспертов, неуместно в нынешней ситуации. Омикрон до Поволжья пока не добрался, но ситуация может резко измениться. Необходимо усилить профилактику. За последние сутки привилось всего 75 человек. Мы помним, что мы темпы развивали до пяти тысяч в сутки. Сейчас за последние сутки всего 75 человек. Закрыть границы для ковида может каждый, обратившись в любой пункт вакцинации. Препараты в наличии в достаточном количестве. Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать ревакцинацией. Коллективный иммунитет начнется с личной сознательности. Ульяновская область в программу до газификации включилась активно. Первый этап пройден. Специалисты-газовики совместно с правительством региона и администрациями муниципальных образований разработали план-график и уже подсчитали. Негазифицированных домовладений в области более 4,5 тысяч, из которых более 1200 не требуют строительства газопроводов. За примерами далеко ходить не нужно. Деревня Садки Цельнинского района. Дорогие электричество, уголь или дрова Олегу Кучанову больше не нужны. С приходом голубого топлива столбик домашнего термометра уверенно пополз вверх. А значит, можно без оглядки на температуру за бортом приступать к косметическому ремонту внутри недавно построенного дома. По новостям узнал по программе газификации до участка, границы бесплатные. Решил воспользоваться. Написал заявление в газовое хозяйство. И вот, провели, сделали. Все отлично. Всего на конец 2021 года газовики дотянули голубое топливо до границ 365 земельных участков. Впереди напряженный 2022 с новыми объемами работ. Все финансовые договоры заключены. По объектной и по адресной графики до газификации подписаны. Посчитали, пересчитали, вышло. Более 50 тысяч жителей областного центра принимало участие в праздничных мероприятиях. С 20 декабря по 9 января таковых в Ульяновске состоялось свыше 500. Различные игры, конкурсы, спортивные и музыкальные события. Только проект «Зимняя академия искусств» провел 220 бесплатных занятий. А в резиденции Деда Мороза на почти что сотни мастер-классов побывали 1775 детей. Обильными снегопадами отметились минувшие новогодние каникулы, заставив выйти на уборку улиц городскую спецтехнику. По информации городадминистрации, в рождественскую ночь для борьбы с гололедом использовали 215 тонн смеси соли и песка. Днем на улицах трудились 63 технические единицы. 24 КДМ расчищали и обрабатывали дорожную сеть. Привлекались 14 тракторов для расширения автомагистрали и подметания остановок. В ночь с 7 на 8 января дорожные службы вывезли порядка 3000 тонн снега. Продолжали использовать реагенты для предотвращения гололедицы. От Рождества до Крещения рукой подать. В Ульяновске идет подготовка к традиционным крещенским купаниям. Накануне городские спасатели замерили толщину льда в местах, где предполагается организация местомовения. По полученным результатам, одно из мест крещенских купаний решено перенести. Толщина льда на водоеме близ автомеханического техникума составляет всего 22 сантиметра, что не соответствует безопасному показателю для организации массового выхода на поверхность. Решено перенести и Ордань южнее пешеходного моста на улице Облуково, непосредственно напротив техникума, где толщина льда 30 сантиметров, отсутствуют камыши. Здесь расчистят выход с берега на лед. Парадокс, но первую елку в этом праздничном сезоне ульяновцы выбросили 28 декабря. По опыту прошлых лет специалисты ответственно заверяют, хвойные деревья среди прочих отходов будут находить аж до конца апреля. Ну а для середины января это, понятно, мусор за номером один. Вот эти многоэтажные дома по улице Оренбургской обустроены мусоропроводом, ну а крупногабаритные грузы люди выносят сюда, на специально обустроенные для этого площадки. И вот посмотрите, они уже пополнились елками. Вот вроде бы только недавно, буквально 10-12 дней назад мы приобретали главное хвойное дерево, и вот поди что теперь уже с ним прощаемся. Мы прощаемся, а кто-то напротив приветствует ароматную и лакомую хвою. Обитатели единственного в Ульяновске лицензированного зоопарка внезапно получили пусть не камаз с пряниками, но несколько газелей с полезной подкормкой. Механизм одновременно прост и значим. Региональный оператор вывозит сосны и елки и по договоренности транспортирует сюда. Так что те, кто занимался самоедством из-за нерационального применения деревьев, теперь могут быть спокойны. Главные символы торжества с удовольствием съедят братья наши меньшие. Особенно хвои по вкусу баранам, козлам и кроликам. Понятно, что из хвои они берут, касаемо, например, копытных, они берут проездные какие-то витамины, минералы и так далее, то есть из самих этих деревьев. То есть, конечно, это леная польза. Дополнительная подкормка, если что. Основной корм там очень разнообразный, достаточно большой. А еще сосновые ветки идеальны при строительстве укрытий для пернатых, орланов-белохвостов и орлов-могильников, лебедей и степных орлов. Ну и в качестве забавных игрушек деревья тоже применяют. Северный олень, он приехал к нам из Челябинска. Вот посмотрите, у него рога, он их в конце января буквально будет скидывать, но затем они вновь пойдут в рост и будут прирастать, и буквально по 5 сантиметров за месяц до Тарко. Тарко хвою кушает, но крайне редко. Все-таки у него специализированный корм, но вот зато он подойдет, почешет свои рога, которые у него сейчас очень чешутся, да, и ему станет на какой-то момент чуточку легче. Словом, мусор при деле, эко-составляющая соблюдена, так что смело возводим идею в ранг регионального ноу-хау. В прошлые годы мы использовали эти елки, передавали их предпринимателям для того, чтобы они использовали их как топливо для своих производственных целей. Но в этом году вот этот способ нам понравился больше, потому что это все-таки поддержка окружающей среды. Если вы хотите поделиться елкой с животными, идти в зоопарк не нужно. Туда можно отправиться позже с познавательными целями, взяв детей. Главное новогоднее дерево достаточно очистить от мишуры и прочих украшений и вынести либо к мусоропроводу, либо на контейнерную площадку. Приедут, заберут, накормят. Татьяна Домоданова и Юрий Давыдов, репортер 73. Татьяна Домоданова и Юрий Давыдов, репортер 73. Были проблемы, конечно, несогласованность, возможно, действий немногих органов власти по таким рынкам, как продовольствие. Были проблемы, и они не решены. И многие, мы знаем, что это не всегда связано с объективными факторами. И у нас в масштабах регионов России есть дела возбужденные против торговых сетей. Мы проверяли в свое время торговые сети крупные год назад. Но нарушения непосредственно антибонопольного законодательства не были выявлены. Я хотел бы просто сказать и напомнить, что прошедшие два года очень много было сделано на рынке лекарственных препаратов. И снижены цены были свыше 140 медицинских наименований на сумму 7 миллиардов рублей только в один год. То есть население России, по сути дела, не оплатило дополнительно вот такие суммы и остались в кошельках, в карманах. И в том числе, допустим, ежегодно, благодаря усилиям ФАС, мы не платим за роуминги, где-то 6,5 миллиардов. То есть вот такие многие шаги были сделаны, доведены до результата. И это яркий пример о том, что решения ФАС часто все-таки затрагивают интересы существенного населения. И, конечно же, на пользу населения страны. «Быть честным, справедливым. Без этого работать в прокуратуре невозможно. Неподкупным. Я тоже могу сейчас об этом сказать. И, конечно же, обладать определенными знаниями». Главные качества, которыми должен обладать прокурор, по мнению главы надзорного ведомства по Ленинскому району Петра Пранько. Сам Петр Владимирович избрал стезю еще в детстве. После университета в 81-м году стал стажером в прокуратуре Сурского района. Дальше стремительно поднимался по карьерной лестнице. Упорство и неравнодушие к чужим проблемам – движущие силы. «Это очень интересная работа, особенно, когда получаешь положительный результат в результате своей деятельности в плане защиты интересов граждан. Это основная задача, которая стоит перед сотрудниками, работниками прокуратуры». К подбору персонала относятся строго. В прокурорских рядах принципиальные, честные, ответственно подходящие к работе сотрудники. Поэтому и уровень доверия к ним высок. Только за 2021 год в районную прокуратуру обратились свыше 3000 граждан. Интересы 119 ульяновцев защищены в суде. Областной надзорный орган за 12 месяцев выявил 3500 нарушений законодательства. Здесь присяга, в соответствии с которой работать не считается с личным временем. В соответствии следуя данной присяге работники прокуратуры зачастую задерживаются на работе, работают в выходные и праздничные дни. Поступила жалоба, поступило заявление, сообщение. Прокуратура в состоянии практически в короткий срок разобраться. Владимир Иванович провел десятки проверок. Помог восторжествовать справедливости не раз, начиная с 1969 года. В 1994 службу закончил, но коллег и профессию не забыл. С молодыми делится опытом, он особенно ценен. Молодежи рассказываю, как мы работали, и желаю им, чтобы они все полезное брали с того времени и сегодняшний день обогащали, чтобы служили на страже закона. В прошлом году благодаря ряду кардинальных мер удалось сократить количество преступлений, грабежей, вымогательств, наказать недобросовестных руководителей компаний, обеспечить защиту прав граждан и общественных интересов. Служба на благо людям. Вот уже 300 лет. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Информационная программа «Реальность». Ежедневно самая актуальная и оперативная информация о жизни города и региона. Профессионально, доступно и правдиво. Репортер 73 знает, как делать новости и что ждет зритель от реальности. Смотри на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Будь в курсе! Новогодние распродажи рулонных штор и жалюзи на screen73.ru Супер цены в светофоре. Стиральный порошок Bimax Автомат 6 килограмм 299,90. Вода минеральная «Волжанка» 1,7 литра 23,90. Во всех магазинах «Светофор», «Ульяновская», «Инзы», «Брыша», «Кузоватова», «Чердоклот» и «Димитровграда». С добавкой здравурни «Сушка» куры несутся зимой, как летом. По данным сайта Гесметио, 13 января в Ульяновске пасмурно, снег. Температура воздуха по области ночью минус 6, минус 10, днем от 3 до 7 градусов ниже 0. В городе температура воздуха ночью минус 7, минус 9, днем от минус 4 до минус 6. Ветер юго-восточный с переходом в южный 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. С Пушкинской картой ульяновские школьники теперь могут сходить и в кино. С 1 января этого года номинал карты, с помощью которой молодые люди от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные мероприятия за государственный счет, увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год. Кроме того, с 1 февраля расширяется список таких мероприятий. Со следующего месяца Пушкинскую карту станут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение театров можно будет потратить до 2 тысяч рублей. Пушкинская карта – это специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет государство. Ну а тему культуры в своей традиционной рубрике продолжит Ярослав Щедров. Ему слово. Поскольку сегодняшняя ночь с 13 на 14 января старо-новогодние, логично рассказать о филармонической программе «Рождественские встречи», которую представили ульяновским театралом и меломаном в первую декаду начавшегося 2022 года. Причем яркие и запоминающиеся события в новогодние каникулы нашлись как для детворы, так и для родителей. Когда в воздухе кружатся снежинки, а новогодние елки сверкают разноцветными огоньками, мы особенно хотим услышать сказку. Праздничный новогодний проект «Сказки с оркестром» существует в Ульяновске не первый год. В программе «Образца 2022-го» традиционно приняли участие актеры театра-студия «Анфант-Терибль», Татьяна Леонова, Алиса Панова и Александр Лемихов и три ведущих ульяновских оркестра – симфонический, духовой и народных инструментов. Впервые маленькие слушатели, по сути, получили от филармонии настоящий подарок. Цена на билеты для них была чисто символической – 100 копеек. Для пап и мам Ульяновская облфилармония представила эстрадную программу – популярные зарубежные мелодии 20-го века в исполнении духового оркестра. Запипитров стал главный дирижер концертного оркестра Белгородской государственной филармонии Юрий Меркулов. Очень многие ходят даже не столько на духовой оркестр, сколько на Юрия Меркулова. Когда дирижируют не Юрия Меркулов, зал не такой полный, как при Юрии Меркулове. Мы всегда, знаете, с трепетом относимся к тому, что мы делаем. Ведь наш заряд, наш позитив, наш профессионализм, наше умение – это все передается зрителю. Зрителю, которого мы любим, которого мы всегда ждем на наших концертах, музыканты, духовики. И мы всегда с удовольствием отдаем то, что мы умеем. Те знания, то умение, весь наш профессионализм мы всегда отдаем зрителю сполна. И если мы видим, что зритель нас услышал, зритель аплодирует, зритель рад и доволен, значит, мы все сделали правильно. В большинстве своем музыка нам знакома, потому что то ли мы слушали ее в детстве, в юности, в любом случае всем известны и хиты Битлз, и хиты Роллинг Стоунс, и какие-то еще песни, которые действительно будут из репертора Бонни или из репертора Глории Гейнер. И поэтому нам это, как бы сказать, знакомо и любимо. Поэтому мы эту музыку исполняем с удовольствием. Конечно, все объять невозможно, ведь мы постарались взять самые такие вкусняшки, такие интересные аранжировки, которые и самим приятно играть, и приятно дарить зрителю. Старые и всем известные золотые хиты от Джо Кокера и Фрэнка Синатры до Стинга в исполнении ульяновских духовиков и белгородских гостей звучали по-новому и, кажется, даже более современно. В последнее время, да, эти песни звучат чаще, потому что, наверное, дефицит именно сейчас современной музыки какой-то хороший. Поэтому мы очень часто обращаемся, наверное, к тем хитам, к золотым хитам, которые уже завоевали любовь к публике. Главное, чтобы вот и те люди, которые играют эту музыку, наслаждались, да, так скажем, кайфовали. И тогда будут, мне кажется, кайфовать и зрители наслаждаться. Хочется, чтобы все вот расслабились и получали удовольствие. Я хочу всех своих коллег, которые живут в этом славном городе Ульяновск, поздравить с Новым Годом. Хочу всех жителей поздравить с Новым Годом, и взрослых, и детей. Пусть этот город процветает, потому что здесь живут настоящие труженики, настоящие люди, с которыми действительно приятно общаться. Вот ваша доброта, ваше гостеприимство. Ну, что еще можно пожелать лучше? Я желаю вам здоровья, крепкого, успехов, счастья, благополучия, чтобы все у вас в жизни получилось. С наступившим Новым Годом! Хочется пожелать вам теплоты в душе, чтобы ваше сердце никогда не заметали метели. Будьте позитивны, будьте удачливы, успешны. Берегите любовь, если есть. Если ее нет, обязательно найдите и берегите. Субтитры подогнал «Симон» Парк культуры. Единственная в регионе культурно-информационная программа. Свежие новости культурной жизни Ульяновской области с самых выгодных ракурсов. Театральное закулисье и светская хроника. Эксклюзивные интервью и оригинальная аналитика. Необычный взгляд на обычные новости культуры. По понедельникам на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. Володя, а ты на Новый год получил подарок, о котором мечтал? Или как? Или ни о чем не мечтал? Под елочку ты проснулся, а тебе положили. Чисто теоретически получил, но даже если не получил, я был бы рад любому подарку. Потому что зачем грустить? Ведь подарок должен быть неожиданностью, должен быть сюрпризом. Если ты о чем-то мечтаешь, добивайся этого сам. Ну или хотя бы намекни человеку, который собирается тебе сделать подарок, что я мечтаю именно о таком. Между тем, каждый пятый россиянин недоволен полученными на Новый год подарками, выяснили аналитики. 19% россиян не понравились подарки, которые они получили на Новый год. Вот эти привереды какие. А каждый третий недоволен, каждый третий недовольный презентами, хотел бы их вернуть в магазин. Вообще 82% россиян довольны своими новогодними подарками. Из них 48 однозначно рады, еще 33, ну скорее довольны. Больше всего радуются полученным на праздник смартфонам, а также подаркам в финансовом эквиваленте. Ну что касается недовольных, то чаще всего критиковали сладости, чайные наборы и одежду с новогодней символики. Например, свитер, пижама. Ну вообще странно, по мне отличные подарки, теплые и главное в хозяйстве полезные. Да. Кроме этого, рассказывая о судьбе ненужных подарков, 37% россиян сказали, что оставят их себе в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. Каждый пятый передарит непонравившуюся вещь. Таковых в этом году в два раза больше, чем в прошлом. А еще 35% россиян хотели бы иметь возможность вернуть в магазин ненужные вещи, полученные в качестве новогодних презентов. То есть им подарили подарки, а они еще за это деньги хотят ввернуть в магазин и получат деньги. Ну а что, хитрый ход. Да, да, да. Ну хорошо, что у нас есть замечательная рубрика «Стиль», где подарок для себя и для родных можно сделать своими руками и не прогадать. Добрый день, уважаемые телезрители! С вами Студия Анна, это рубрика «Стиль». Предлагаю вам сегодня сделать поставку под горячее из пробки. Что нам для этого потребуется? Непосредственно пробковая основа. У меня тарфорет заранее подготовленный, акриловая краска, ножницы и лента строительная. По нашему тарфорету вырезаем фигурку из пробки. Такая вот фигурка у нас с вами получилась. И я предлагаю ее покрасить в нужные вам цвета. У меня это будет золотой цвет, я использую акриловую краску обычную. Для того, чтобы край вашего рисунка был ровным, у меня это геометрический просто рисунок, я использую строительный скотч. Формируем строительным скотчем необходимые нам линии на пробке. Вот таким вот образом. И открытую часть мы просто прокрашиваем с вами акриловой краской. КОНЕЦ После того, как всю поверхность нужную вы прокрасили, просто аккуратно отклеиваем малярный скотч. У вас получается абсолютно ровный краешек. Таким образом, вы можете сделать подставку под горячее под тарелки, допустим, например. И у меня это чашки. Спасибо вам за внимание. Это была Анна, рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. Доброе утро! Мы продолжаем замечательный праздник. Сегодня отмечаем день российской печати. Коллег, поздравляем с этим праздником. Ой, ну я предлагаю сегодня о российской печати поговорить. Естественно. Об истории. Естественно. И поможет нам в этом наш утренний гость Юлия Евгеньевна Кириллова, специалист по связям с общественностью Музея-Заповедника Родины Владимира Ильича Ленина. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Поздравляю! Спасибо! Ну, на самом деле, коснемся истории. У нас в городе Ульяновске существует замечательный музей, который посвящен в том числе и печати. Это музей симбирской типографии. Открылся он в конце декабря месяца 2008 года. И находится недалеко на улице Ленина, 73. Ну, для наших телезрителей, я скажу, это где мальчик с газетой, памятник мальчишка с газетой. Конечно. Это сразу то самое здание. Да. На самом деле, у самого здания интересная история, безотносительно музея. В этом здании когда-то находилась одна из частных типографий города Симбирска. Принадлежала эта типография Василию Васильевичу Черникову. Он был ее владельцем. Вообще, личность очень интересная, потому что он был не только, как мы сейчас бы сказали, предпринимателем. Но он еще был общественным деятелем. И очень много сделал для культурной жизни нашего города. Так он был инициатором и, собственно, руководителем нотного отдела при Карамзинской общественной библиотеке. Он был музыкантом. Его считали прекрасным пианистом, аккомпаниатором. И он даже издавал собственные произведения под псевдонимом «Имберт». Так вот, то есть творческое начало и бизнес все-таки совместили. Абсолютно, в этом случае, да. И он и в бизнесе, в общем-то, был очень интересным человеком. Например, он начал издавать газету «Волжский вестник». Правда, у него не получился этот проект. Был один единственный выпуск, после чего он продает этот проект в Казань. И в Казани эта газета становится очень успешной. У нас почему? Он не дотянул? Или все-таки публика была не готова? Ну, на самом деле, у нас Симбирск был достаточно скромно представлен по части печатных изданий. У нас была официальная газета «Симбирские губернские ведомости» с 30-х годов, 19-го века она издавалась. Была газета «Симбирянин». И вот этот вот проект Черникова, ну, как-то он не зашел, как мы сейчас говорим. А вот в Казани он пошел на ура, и газета стала одной из самых лучших в Российской империи. Здорово. Чем отличалась она от тех, что были у нас? Нет, изначально тематика у нее была сельскохозяйственная. О, как! Да. Так, это уже в Казани она тоже была сельскохозяйственная? Ну, там они пересмотрели, но даже тематические газеты того времени и издания очень интересны сами по себе. Сегодня я вот вам принесла сельскохозяйственную газету, могу сказать. Земледельческая газета, 1901 год. И если посмотреть в содержание, здесь не только узкая тематика, но и письма читателей. Ну, например, очень любопытная статья, посвященная белым грибам. А, то есть человек писал в газету о белых грибах? Да, причем писали и любители, и профессионалы, и обзор сельскохозяйственной техники с картинками. Выходила газета в Санкт-Петербурге, это не симбирская газета, но для тех, кто занимался сельским хозяйством, это узкоспециализированные издания. Можно было на почте оформить подписку и, соответственно, получать. Выходила она достаточно часто, несколько раз в месяц. То есть это вот сейчас как СОПКОРы, собственные корреспонденты. Не нужно даже иметь в штате корреспондентов, все, вот присылают специалисты. Написал в письме, отправил. Тут разные рубрики, в том числе и наблюдение за погодой, но сейчас нам, конечно, читать очень интересно, потому что это такой срез жизненный. А в фондах музея-заповедника, например, есть интересный журнал начала XX века, журнал для домохозяек. И он пользовался огромной популярностью в Российской империи. Почему? Потому что там публиковали последние фасоны французских платьев. И даже с выкриками. То есть можно было прям вырезать, шить. Да, смотреть и быть в курсе последней, так сказать, времени моды. Большое ли количество подписчиков было? Или все-таки все скромно? Нет, он пользовался популярностью, но выходил он не очень долго, потому что началась Первая мировая война. Потом выпуски приостановили, возобновили после революции, но в 20-е годы он уже прекратил полностью свое существование. Но журнал прелюбопытный, потому что кроме французской моды там были рецепты. О, ну это всегда как бы красота и еда. Да. До сих пор. До сих пор в себе еще это все сочетает. До сих пор все в тренде. Секрет популярности, да. И плюс там еще был раздел билетристики. То есть публиковали романы, дамские, очерки самые разные. Это абсолютно вот такой жизненный срез, который потом очень интересно смотреть историкам и краеведам. А вообще большие тиражи были? Они были очень разные, надо сказать. Конечно, официальная пресса выходила достаточно большими тиражами. Вот такие, как, например, симбирские губернские ведомости. Какие-то тиражи были совсем небольшие. Ну и любители могли напечатать за свои деньги совсем крохотный тираж. То есть это 50-100 экземпляров. Газеты выходили, конечно, многотысячными тиражами. Но, надо сказать, труд не только корреспондентов, редакторов, но и труд непосредственно тех, кто работал в типографии, в то время, конечно, очень тяжелый. Потому что, только представьте, газетную страницу ее нужно физически набрать. То есть приходит рукописный вариант, после чего в типографии его набирают с помощью литер. Ну это вот как раз... Вот они, буковки я вам сегодня принесла показать. Вот они. Вот это деревянные литеры разных размеров. Да, можно посмотреть. Вырезается буковка. Они должны отображаться зеркально. То есть вы еще и должны при наборе сообразить, да, как будет текст отображаться. Разный размер, разный вид. Ну разный шрифт. Естественно. Сейчас все это делается в компьютере. Верстальщиком, например. А тогда это физическая работа. То есть ее нужно вырезать из дерева, либо отлить в металле. Ну вот металлическая. Да, вот металлическая. Видите, они даже с краской у нас немножко, они пачкают. Поэтому вы сегодня как работники типографии настоящей. Да. После чего верстальщик набирает из буквок этот текст. Он его отпечатывает на станке. Под прессом прокатывается лист. Потом он несет его корректору. Корректор находит ошибки. Вот такие, если вот зеркальные буквы, там пропущено что-то. Делает правки. Возвращает. Верстальщик перебирает. Снова печатает. В день до тысячи листов печатали в небольших типографиях. И это все вот физически. Набрать эту страницу. Отпечатать, прокатать, ее исправить. Снова отпечатать. В общем-то, физически достаточно тяжелый труд. На станках, в том числе на типографских. Не очень полезный для здоровья. Потому что и сами литеры. Металл – это свинец, олово. Не полезный для здоровья. И типографская краска тоже. Она содержала... Въедалось, наверное... Да, химические тяжелые вещества. И, в общем-то, труд этот не самый простой. Вот рядового сотрудника типографского. У нас в городе Симбирске частных типографий было 10. И была губернская типография. Кстати, губернская типография одно время была на улице Ленина. От нас территориально недалеко. А вообще, вот такая тяжелая работа, ну, как это сейчас говорят, она считалась престижной? Оплачивалась ли она достойно? Оплачивалась средней. Нет, она не считалась престижной. Это рабочая абсолютно специальность. Вот эти все наборщики, верстальщики, кто работал непосредственно в типографском, скажем, цеху. Батырщики. Была такая профессия. Теридорщики. Вот это рабочие обычные специальности. Они изменились, конечно, со временем. Изменился смысл, изменились технологии. Но, в общем-то, все эти люди до сих пор работают в типографиях рабочими. И они создают вот эти книги, печатные журналы, газеты, которые мы потом читаем. А что касается штата, они обычно были достаточно большие? Или это действительно один-два специалиста? Нет, зависит, собственно, от того, какая это типография. В больших государственных, конечно, много. Но вот смотрите, у типографии должен быть управляющий. У типографии должен быть обязательно корректор. У типографии должен быть верстальщик. Несколько человек работают непосредственно в типографии. Те, кто наносят краску на подготовленный макет. Те, кто отпечатывают, прокатывают листы. Ну и мальчики-газетчики тоже так, без них. Вот, посмотрите, сколько человек мы насчитали. Ну а дальше все зависит от благосостояния владельца, насколько это успешное для него дело. На типографии не только печатала газеты, журналы. Они, конечно, брали любые заказы. Печатали карточки, бланки, счетов. То есть это все, что печатает типография сейчас, печатали и тогда. Все, что можно было напечатать, все печаталось. А что касается газет, сельскохозяйственная поняла была для домохозяек. Что еще такого интересного было? Ну, попробуйте догадаться, кому посвящена и кому предназначалась газета с труднопроизносимым названием «Конфектчик». «Конфектчик». Да. Ну, звучит как конфеты, но вряд ли... Вряд ли кондитером. Вряд ли кондитером. Кондитером. Кондитером? Кондитером. Только для кондитера. Я думал, просто подвох какой-то есть, поэтому отмел эту версию. На самом деле, в начале XX века, в общем-то, до Первой мировой войны у нас полиграфия и газетное дело, публицистика переживали подъем. И было множество самых разных изданий, вот в том числе достаточно редкая газета, она у нас никак не издавалась, это все-таки Санкт-Петербург и Москва. Газета для рабочих кондитерских предприятий, тех, кто связан с кондитерским делом. Название странное, можно использовать в качестве тренажера, да? Конфектчик. На самом деле, в основе немецкое слово конфект. И когда-то конфеты были конфектами. А мы говорим конфеты, конфетка. Это французское слово, французская основа, вот без этой буквы Т. Но это рецепты, это лучшие сотрудники месяца. Обзор торта. Да, обзор. Ну, тоже такие же подборки, самые разные информации. Газета достаточно узкоспециализированная, хранится она в Москве, если не ошибаюсь, вот в российской научной библиотеке. То есть все эти издания, они хранятся и представляют вот такие вот срезы времен, что ли, что называется. А вот тех времен были, может быть, какие-то спортивные? Узкоспециализированные знания. Ну да, 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 такие разные спортсменов. Или, в общем-то, и спорт тогда не очень... Ну, на самом деле, это тема серьезной научной работы, которая должна основываться на архивах Москвы и Петербурга. Потому что, в общем-то, самое крупное собрание архива газет, периодики, публицистики, это в архивах столицы Москвы. И в Санкт-Петербурге есть еще музей печати. То есть у них тоже в фондах очень много интересной информации о журналах и газетах того времени. Я осмелюсь предположить, скорее всего, какой-нибудь листок-то выходил. Да, так же, как и музыкальный. Вообще, удивительно, конечно, столько лет, десятков, сотен живет газета, но при этом не теряет своей актуальности. То есть сейчас, когда у нас есть возможность читать газету онлайн, мы даже показываем по телевизору одну из российских газет, а все равно интерес к тому, чтобы вот ее поддержать, по-прежнему остался. Одно дело книга. Книга всегда шуршит, но ведь и газета по-прежнему... Ну, вы знаете, однажды мне попалась такая фраза, суть которой сводилась к тому, что, ну вот, когда появилось кино, очень многие думали, что театр умрет. Ну, кто пойдет в театр? Ну, тут же кино, вау! Посмотрите, что произошло спустя сотню лет. Есть и театр, есть и кино, есть люди, которым нравится театр, кто ходит в кино, кто ходит и туда, и туда. Поэтому я думаю, что любовь к именно бумажной версии и газеты, и журналам, она все равно у кого-то сохранится. Может быть, она не будет такой массовой, как это было когда-то, да, например. Будет постепенно все равно новая форма какая-то существовать, подача информации. Но я думаю, что и бумажные версии будут существовать наравне с остальными. Ну, а как же, что постелить на стол? Ну, я извиняюсь, если что-то... Ну, вот как вы относитесь к нецелевому использованию газеты? Главное, чтобы одна из версий этой газеты попала в архив и осталась для истории. А вот все остальное, ну, тут уже на усмотрение того, кто приобрел. В любом же случае она приобретается сначала для целевого использования, сначала ее прочли. Поэтому очень здорово, что у нас есть читающие люди, которые все еще любят газеты. А вот сегодня все-таки День российской печати. Как-то у себя в музее будете отмечать? Ну, Музей Симбирской типографии, несомненно, отметит ударной экскурсией этот праздник. Потому что этот музей действительно посвящен, и экспозиция его посвящена истории печати. Там можно посмотреть вот как раз на станки, на которых печатали газеты и листовки. Посмотреть полностью на комплект вот этих вот литер. Узнать, кто такой батырщик, кто такой теридорщик. И даже, скажу по секрету, попробовать сделать... Вот только хотела спросить, можно ли самому отпечатать что-то? Можно. А потом получить выговор от корректора. Или не получить. А можно только во время праздника или, в принципе, всегда? Можно в рамках экскурсии попробовать сделать небольшое, набрать послание самому себе. И посмотреть, как это выглядит на бумажном листе. Здорово. Ну, тогда всех обязательно, всем советуем посетить. Пускай не сегодня 13-го, а то сейчас очень много будет людей. Но потрясающая, я думаю, экскурсия. Спасибо за чудесную беседу. И теперь мне тоже интересно, кто же такие эти слова батырщики. Да, видите, ну, у вас есть повод прийти в музей Симбирской типографии. Что ж, обязательно им воспользуемся. Спасибо большое за интересную беседу. Телезрителям напомним, что этим утром у нас в гостях была Юлия Евгеньевна Кириллова, специалист по связям с общественностью, музей-заповедника Владимир Ильича Ленина. Ну, а мы двигаемся дальше. Репортер 73 в новом сезоне еще и на ОТР. Живи и смотри. Оперативные новости ежедневно. Эксклюзивные интервью и детальные расследования. Бодрое живое утро с гостями в студии и на площадках города. Подробности национальных проектов и их исполнения на местах. Курс на здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. В эфире и в соцсетях конкурсы и удивительные открытия. Репортер 73 заглядывает в самые отдаленные села региона и рассказывает, как живут земляки. Вместе интересно постигать азы театральной грамоты и повышать уровень финансовой подготовки. Защищать экологию и права гражданина. Нам под силу трансляции концертов, соревнований, форумов и парадов. Репортер 73 в год Великой Победы читает письма памяти, чтит героев нашей страны и любит свою малую родину. Репортер 73 в новом сезоне. Еще и на ОТР. Живи и смотри. Володя, признавайся, как твои новогодние праздники тебе удалось себя привести к рабочей неделе в форму? Или ты ее вообще даже не терял? Вот таким вот чудесным образом. Я не терял, я наоборот, перед праздниками вошел в чудесную форму, был строен, бодр, свеж и неотразим, не побоюсь этого слова. Ты отказывал себе в застольях и салатах? Ни в чем себе не отказывал, не имею такой привычки. Пока можно наслаждаться едой, буду наслаждаться. Но между тем, врачи предупреждают, после застолий опасно устраивать разгрузочные дни и есть соленые продукты. Поэтому, если все-таки кто-то из наших телезрителей набрал чуть лишнего, не отказывайте себе в удовольствии. Ну, не то, чтобы продолжайте в том же духе, но не переусердствуйте с ограничениями. По словам диетологов, дни на гречке или воде после праздников противопоказаны. Это будет таким же стрессом, как и переедание. Ну, не вставайте на весы, говорят специалисты. В любом случае будет плюс, поскольку еда просто еще находится в процессе переваривания. Также возможен отек от непривычных продуктов и напитков, который сойдет все-таки, ну, хотя бы к концу недели. Кроме того, после застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, не налегать на копченые и соленые продукты. А еще нужно есть содержащие клетчатку, овощи и фрукты, которые способствуют улучшению пищеварения. И, как вы понимаете, раз мы о здоровом образе заговорили, жизни, в эфире рубрика ЗОЖ. Всем привет! Сегодня мы снова возвращаемся к зарядке, в которой мы обязательно используем дыхание животом. Мы дышим вдох носом, выдох ртом, живот активный, и это помогает нам обогащаться кислородом. Сейчас я покажу вам упражнение, с которым мы будем непосредственно дышать. Итак, вы соединяете ладони вместе. В йоге называется жест намасте. Жест приветствия. В этот момент вы объединяете свою мужскую и женскую энергию. Соединив ладони вместе, немножко надавите пальцами рук друг на друга. Ладони поднимите на уровне груди и стопы поставьте вместе. Большие пальцы ног должны касаться друг друга, но все остальные мы разводим максимально широко. Это очень полезно для вашего позвоночника. На самом деле здоровье спины очень зависит от наших стоп. Обувь узкая. Мы очень часто сжимаем свои пальцы и хотя бы на тренировке. Позвольте им быть такими расширенными, как у младенца. Сейчас соедините ладони вместе, макушку вытяните наверх и максимально растопыльте свои пальчики. Делаем вдох, а с выдохом начинаем скручивать грудной отдел в сторону. На вдохе мы возвращаемся и живот раздувается. На выдохе мы скручиваемся в другую сторону, живот сдувается. Все время контролируйте пальцы ног, широко расставляйте их друг от друга и давите ладонями максимально. И так делаем с дыханием. Делаем вдох носом, живот надулся. Выдох, давим ладонями друг на друга и начинаем уезжать корпусом в одну сторону. Вдох, вернулись в центр, выдох, в другую сторону. Вдох, выдох через рот, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох и выдох. И со вдохом возвращаемся в центр. Можно сделать 10 раз, 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую. Это упражнение я рекомендую делать так же, если вы устали от того, что много сидите на работе. Можно подняться, подышать в обе стороны и ваша грудная клетка немножко расправится. Всем спасибо. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На финишной прямой в 2022 году в Ульяновской области завершат возведение шести социально значимых объектов. В эксплуатацию введут детские сады на улицах Отрадной и Шигаева в областном центре, а также в селе Сосновка, дом культуры в селе Дмитриево-Помрязькино, школу в Димитровграде, футбольный манеж на улице Шолмова в Ульяновске. Стоит отметить, что из-за резкого роста цен на стройматериалы в прошлом году изменилась сметная стоимость возведения объектов, поэтому вопрос финансирования работ стоит достаточно остро. Объекты необходимо сдать в установленные сроки и для этого приняты меры и на федеральном, и на региональном уровне. Так, федеральный центр принял решение о возмещении части дополнительных затрат регионам. Для получения средств регионы должны провести соответствующие расчеты, пройти государственную экспертизу и направить заявку в Минстрой России с просьбой предусмотреть финансирование из федерального бюджета. Планируется, что бюджетные средства для дополнительного финансирования будут сформированы к марту 2022 года. Также разработано соответствующее постановление на региональном уровне. О главном расскажем далее. Сурские вершины, Вязовские балки, Бахтеевские увалы, Ульяновский дендропарк. Восемь заказников и пять памятников природы на территории области пройдут процедуру функционального зонирования. В результате определят участки заповедные, рекреационные, природоохранные и научные. В этом году мы от лица научной общественности проводили инвентаризацию восьми особых няемных природных территорий. Это три заказника и пять памятников природы. Это нужно для того, чтобы подтвердить, либо опровергнуть природоохранную ценность данной территории. То есть они в свое время были выделены, многие из этих территорий были выделены в 90-е годы, какие-то еще раньше, какие-то в начале 2000-х. И, разумеется, время идет, и нужно отслеживать, как развиваются экосистемы. И мы выявляли редкие виды, сохранность ландшафтов, искали нарушения, какие есть. Для всех проверенных территорий подтверждена, для восьми, о которых я сказал, подтверждена природоохранная ценность. То есть они до сих пор представляют собой ценные природные объекты, которые должны охраняться. Такое зонирование прежде было только на особо охраняемых природных территориях высших категорий, заповедниках и национальных парках. Теперь опыт переносит на региональные особо охраняемые природные территории. Это позволит грамотно и без ущерба для природы использовать участки. Определить, на каких территориях внутри ОПТ могут быть проведены рекреационные работы, в том числе посещать людьми те участки, которые они могут, не повредив тем самым антопогенную нагрузку, не повредив природе. Есть, например, зоны, которые научные. Они позволят научным сотрудникам изучать те ценные природные элементы краснокнижных растений, животных, которые обитают на этих территориях. Функциональное зонирование отразят на специальных картах. Но прежде биологи, зоологи, геологи и ботаники проводят детальное обследование участков. Описывают ландшафт, животный и растительный мир. На Бахтеевских Увалов, это наш заказник на юге Ульяновской области, мы нашли в этом году гнездовой участок змеи ядов. То есть там давно были известны участки солнечных орлов, участки орлов-карликов. А в этом году нашли еще одного редкого хищника, змеи яда, который гнездовые участки в Ульяновской области можно пересчитать по пальцам двух рук. Вот один из них появился там, в Бахтеевских Увалов. В прошлом году работу по функциональному зонированию провели на 12 особо охраняемых природных территориях региона. Всего таковых у нас 137. Они занимают 5% от всей площади области. Задача, что ставит перед собой Минприроды до 2030-го, достигнуть 10%, что позволит Ульяновску стать передовиком среди субъектов России по количеству заповедников. С 14 января в Ульяновской области стартует заявочная кампания на предоставление путевок за частичную стоимость в загородные оздоровительные лагеря. Заявку на приобретение путевки в детский оздоровительный лагерь необходимо зарегистрировать в электронной форме через портал www.leto73.ru Уточнить наличие свободных мест можно в разделе «Заявочная кампания за частичную стоимость», в подразделе «Наличие мест», после чего оформить заявку в выбранный лагерь, а при отсутствии мест выбрать другое учреждение, смену или подать заявление в резерв. Отметим, что в 2022 году путевки за частичную стоимость предоставляются на 21-дневную, 14-дневные и 10-дневные смены. Ребенок может принять участие в нескольких сменах, но общая продолжительность их не должна превышать 28 дней в календарном году. Вот такая интересная тема. Зимняя, вроде бы зима, да, говорим о лете, но сразу скажу небольшой спойлер. Завтра не пропустите программу «Утро» с репортером, где мы подробнее осветим эту тему с нашим утренним гостем. А пока рубрика «Это интересно». В НКЦ имени Славского гостей из дружеской Палестины встречали, как водится, хлебом с солью. Многонациональный Димитровград открыт к сотрудничеству с разными народами. И сотрудничество с Палестиной яркий тому пример. Предыстория начинается в августе, когда мы решили с коллегами, с учителями ЗО, участвовать в выставке «Палестина глазами российских художников». Мы им отослали свои работы, и они приняли. И теперь мы входим в их команду. Продолжением дружбы Палестины и Димитровграда стала выставка, которая открылась накануне Рождества в НКЦ имени Славского. Надо сказать, что национальная чувашская автономия города и Меликесского района входит в организацию, поддерживающую творческие связи с этой страной. Активно город сотрудничает со всеми. И в городе действует 9 на культурных национальных автономий. Помимо данных культурных автономий, город Димитровград активно участвует и в побратимстве. И у города Димитровграда есть 7 городов-братимов, с которыми мы взаимодействуем, делимся своим опытом. Благодаря выставке, которую видят люди в мире, они узнают друг друга, культуры друг друга. Вот вы, уважаемые исполняющие обязанности глава города, говорили о том, что несколько городов уже в обратиме с Димитровградом. Я очень надеюсь, что и какие-то города из Палестины появятся в обратиме с вашим прекрасным, замечательным, добрым городом. Символично, что выставка «Дружба народов» открылась накануне Рождества, одного из самых значимых праздников для христиан. Это в своей приветственной речи отметил епископ Меликецкий и чердоклинский Деодор. Свою дружбу Димитровград и Палестина закрепили подписанием соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Александра Кондратьева, Димград, 24. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Сообщения о минировании областного и арбитражного судов в Ульяновске пришли по электронной почте. Следом аналогичное письмо поступило в городскую администрацию. На всех потенциально опасных объектах объявили эвакуацию. К зданиям оперативно прибыли силы полиции и Росгвардии, пожарные, спасатели, а также медики. Каждое помещение проверяют кинологи с собаками. Движение по улице Кузнецова, на которой находится мэри Ульяновска, перекрыли. В данный момент персонал городской администрации эвакуировал. На месте работают спецслужбы, кинологические службы. Движение по улице Кузнецова перекрыто. На месте дежурят специалисты, сотрудники Росгвардии и пожарные охраны. Скорее всего, никакого взрывного устройства обнаружено не будет. В течение всего дня в Екатеринбурге поступали сообщения о минировании школ. Сперва их было 80, затем 90, а в итоге угрозы получили на почту 150 образовательных учреждений региона. Кроме того, 15 судов Новосибирска приняли аналогичные сообщения. В Европейской части России взрывами 12 января пугали не только ульяновцев. В Пензе эвакуированы учащиеся более десятка школ. В Туле и Смоленске также якобы заминировали по одному суду. В Петербурге три. В Москве сообщают о 15 случаях. Сотрудники ФСБ отметили, как правило, ложные угрозы направляются с компьютера с измененным IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий. Очередной всплеск лжетерроризма также станет предметом для самых пристальных разбирательств. На предварившем личной встрече заседании правительства Алексей Русских напомнил, новому кабинету министров предстоит защищать отраслевые стратегии. В каждой отрасли в ближайшее время выработают план по дальнейшему перспективному развитию. Главам направлений предстоит защита своих проектов перед администрацией губернатора. Скоординироваться профильным ведомством призвано, среди прочего, новое министерство цифрового развития региона. Его возглавил Виталий Кузнецов. Перед новым министром ставятся три задачи. Сохранять ядро цифровой команды, контролировать бюджетные расходы на отрасль, стремиться к достижению национальной цели развития к 2030 году. Цифровизация вышла практически в каждую сферу нашей жизни. Ни один процесс не происходит без электронных устройств, без интернета. И в этом ключе вам, как министру, конечно, вводится очень большая роль в отладке всех процессов. По всем министерствам Ульяновской области мы должны быть передовым регионом. На встрече с покидающей регион Натальей Исаевой и замещающей ее пост Анны Тверсковой губернатор напомнил, что на предстоящей защите проектов его будет интересовать именно стратегическое развитие и предложение по качественным изменениям, а не текущая работа. Наталья Исаева покидает регион и займется работой по привычному профилю, но уже в Нижегородской области. Анна Тверскова подхватит ее направление пока что в статусе исполняющей обязанности. С учетом перед назначения министров просвещения и культуры Ульяновской области, к настоящему времени без портфеля остается она и Михаил Семенкин, исполняющий обязанности министра АПК региона. Ожидается, что вопрос с его назначением или неназначением разрешится в ближайшее время. Центральная Россия уже приняла удар нового штамма коронавируса. С каждой новой мутацией ковид становится все опаснее. Омикрон отличается особенно быстрой распространяемостью. Инкубационный период до двух суток. Фиксировались случаи, когда вирус начинал поражать клетки организма спустя несколько часов после контакта с зараженным. Он гораздо опаснее в силу, опять же, своей высокой заразности. Известно, уже наблюдается случай болезни детей и достаточно тяжелых заболеваний беременных женщин, а также, как я уже сказал, непривитых граждан. Их граждан с тяжелой сопутствующей патологией. Возможно, изменение симптомов болезни. Врачи не исключают этого. Штамм может повести себя непредсказуемо. Снизить риск тяжелых последствий для здоровья может вакцинация. Даже в случаях заражения, как уже доказано, ковид у привитого пациента протекает легче. У большинства вырабатывается сильный иммунитет. Вакцина работает против нового штамма. Что можно сказать про омикрон? То, что он является восприимчивым и создается хороший иммунитет при вакцинации нашими российскими отечественными вакцинами. В частности, вакцины «Спутник Ви». В настоящее время четко доказана эффективность вакцины «Спутник Ви» и, соответственно, а также бустерные вакцины «Спутник Лайт» в отношении данного штамма. Вакцинироваться необходимо. Но, кроме этого, нельзя забывать про достаточно стандартные, понятные уже и родные, наверное, все меры. Это маски, это социальная дистанция, это своевременное обращение к врачу. На сегодняшний день более двух тысяч человек переносят ковид дома. Свыше тысячи пациентов под наблюдением врачей в больницах. Специалисты отмечают незначительное снижение заболеваемости. В это же время виден спад темпов вакцинации, что, по мнению экспертов, неуместно в нынешней ситуации. Омикрон до Поволжья пока не добрался, но ситуация может резко измениться. Необходимо усилить профилактику. За последние сутки привилось всего 75 человек. Мы помним, что мы темпы развивали до пяти тысяч в сутки. Сейчас за последние сутки всего 75 человек. Закрыть границы для ковида может каждый, обратившись в любой пункт вакцинации. Препараты в наличии в достаточном количестве. Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать ревакцинацией. Коллективный иммунитет начнется с личной сознательности. Ульяновская область в программу до газификации включилась активно. Первый этап пройден. Специалисты-газовики совместно с правительством региона и администрациями муниципальных образований разработали план-график и уже подсчитали. Негазифицированных домовладений в области более 4,5 тысяч, из которых более 1200 не требуют строительства газопроводов. За примерами далеко ходить не нужно. Деревня Садки Цельнинского района. Дорогие электричество, уголь или дрова Олегу Кучанову больше не нужны. С приходом голубого топлива столбик домашнего термометра уверенно пополз вверх. А значит, можно без оглядки на температуру за бортом приступать к косметическому ремонту внутри недавно построенного дома. По новостям узнал по программе газификации до участка границы бесплатные. Решил воспользоваться. Написал заявление о газовом хозяйстве. И вот, провели, сделали. Все отлично. Всего на конец 2021 года газовики дотянули голубое топливо до границ 365 земельных участков. Впереди напряженный 2022-й с новыми объемами работ. Все финансовые договоры заключены. По объектной и по адресной графике до газификации подписаны. Парадокс, но первую елку в этом праздничном сезоне ульяновцы выбросили 28 декабря. По опыту прошлых лет специалисты ответственно заверяют. Хвойные деревья среди прочих отходов будут находить аж до конца апреля. Ну а для середины января это, понятно, мусор за номером один. Вот эти многоэтажные дома по улице Оренбургской обустроены мусоропроводом. Ну а крупноговоритные грузы люди выносят сюда на специально обустроенные для этого площадки. И вот посмотрите, они уже пополнились елками. Вот вроде бы только недавно, буквально 10-12 дней назад мы приобретали главное хвойное дерево. И вот поди, что теперь уже с ним прощаемся. Мы прощаемся, а кто-то напротив приветствует ароматную и лакомую хвою. Обитатели единственного в Ульяновске лицензированного зоопарка внезапно получили пусть не камаз с пряниками, но несколько газелей с полезной подкормкой. Механизм одновременно прост и значим. Региональный оператор вывозит сосны и елки и по договоренности транспортирует сюда. Так что те, кто занимался самоедством из-за нерационального применения деревьев, теперь могут быть спокойны. Главные символы торжества с удовольствием съедят братья наши меньшие. Особенно хвои по вкусу баранам, козлам и кроликам. Понятно, что из хвои они берут, это касаемо, например, копытных, они берут проездные какие-то витамины, минералы и так далее, то есть из самих этих деревьев. То есть, конечно, это леная польза. Дополнительная подкормка, если что. Основной корн там очень разнообразный, достаточно большой. А еще сосновые ветки идеальны при строительстве укрытий для пернатых, орланов-белохвостов и орлов-могильников, лебедей и степных орлов. Ну и в качестве забавных игрушек деревья тоже применяют. Северный олень, он приехал к нам из Челябинска. Вот посмотрите, у него рога, он их в конце января буквально будет скидывать, но затем они вновь пойдут в рост и будут прирастать, и буквально по 5 сантиметров за месяц до Тарко. Тарко хвою кушает, но крайне редко. Все-таки у него специализированный корм, но вот зато он подойдет, почешет свои рога, которые у него сейчас очень чешутся, да, и ему станет на какой-то момент чуточку легче. Словом, мусор при деле, эко-составляющая соблюдена, так что смело возводим идею в ранг регионального ноу-хау. В прошлые годы мы использовали эти елки, передавали их предпринимателям для того, чтобы они использовали их как топливо для своих производственных целей. Но в этом году вот этот способ нам понравился больше, потому что это все-таки поддержка окружающей среды. Если вы хотите поделиться елкой с животными, идти в зоопарк не нужно. Туда можно отправиться позже с познавательными целями, взяв детей. Главное новогоднее дерево достаточно очистить от мишуры и прочих украшений и вынести либо к мусоропроводу, либо на контейнерную площадку. Приедут, заберут, накормят. Татьяна Домоданова и Юрий Давыдов, репортер 73. Были проблемы, конечно, несогласованность, возможно, действий многих органов власти по таким рынкам, как продовольствие. Были проблемы, и они не решены. И многие, мы знаем, что это не всегда связано с объективными факторами. И у нас в масштабах регионов России есть дела возбужденные против торговых сетей. Мы проверяли в свое время торговые сети крупные год назад. Но нарушения непосредственно антибонопольного законодательства не были выявлены. Я хотел бы просто сказать и напомнить, что прошедшие два года очень много было сделано на рынке лекарственных препаратов. И снижены цены были свыше 140 медицинских наименований на сумму 7 миллиардов рублей только в один год. То есть население России, по сути дела, не оплатило дополнительно вот такие суммы и остались в кошельках, в карманах. И в том числе, допустим, ежегодно, благодаря усилиям ФАС, мы не платим за роуминги, где-то 6,5 миллиардов. То есть вот такие многие шаги были сделаны, доведены до результата. И это яркий пример о том, что решения ФАС часто все-таки затрагивают интересы существенного населения. И, конечно же, на пользу населения страны. «Быть честным, справедливым. Без этого работать в прокуратуре невозможно. Неподкупным. Я тоже могу сейчас об этом сказать. И, конечно же, обладать определенными знаниями». Главные качества, которыми должен обладать прокурор, по мнению главы надзорного ведомства по Ленинскому району Петра Пранько. Сам Петр Владимирович избрал стезю еще в детстве. После университета в 81-м году стал стажером в прокуратуре Сурского района. Дальше стремительно поднимался по карьерной лестнице. Упорство и неравнодушие к чужим проблемам – движущие силы. «Это очень интересная работа, особенно, когда получаешь положительный результат в результате своей деятельности в плане защиты интересов граждан. Это основная задача, которая стоит перед сотрудниками, работниками прокуратуры». К подбору персонала относятся строго. В прокурорских рядах принципиальные, честные, ответственно подходящие к работе сотрудники. Поэтому и уровень доверия к ним высок. Только за 2021 год в районную прокуратуру обратились свыше 3000 граждан. Интересы 119 ульяновцев защищены в суде. Областной надзорный орган за 12 месяцев выявил 3500 нарушений законодательства. Здесь присяга, в соответствии с которой работать не считается с личным временем. В соответствии следуя данной присяге работники прокуратуры зачастую задерживаются на работе, работают в выходные и праздничные дни. Поступила жалоба, поступило заявление, сообщение. Прокуратура в состоянии практически в короткий срок разобраться. Владимир Иванович провел десятки проверок. Помог восторжествовать справедливости не раз, начиная с 1969 года. В 1994 службу закончил, но коллег и профессию не забыл. С молодыми делится опытом, он особенно ценен. Молодежи рассказываю, как мы работали, и желаю им, чтобы они все полезное брали с того времени и сегодняшний день обогащали, чтобы служили на страже закона. В прошлом году благодаря ряду кардинальных мер удалось сократить количество преступлений, грабежей, вымогательств, наказать недобросовестных руководителей компаний, обеспечить защиту прав граждан и общественных интересов. Служба на благо людям. Вот уже 300 лет. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин знает, как делать новости и что ждет зритель от реальности. Смотри на телеканалах Репортер 73 и ОТР. Будь в курсе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Днем от 3 до 7 градусов ниже нуля. В городе температура воздуха ночью минус 7, минус 9, днем от минус 4 до минус 6. Ветер юго-восточный с переходом в южный 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Субтитры создавал DimaTorzok С пушкинской картой ульяновские школьники теперь могут сходить и в кино. С 1 января этого года номинал карты, с помощью которой молодые люди от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные мероприятия за государственный счет, увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год. Кроме того, с 1 февраля расширяется список таких мероприятий. Со следующего месяца пушкинскую карту станут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение театров можно будет потратить до 2 тысяч рублей. Пушкинская карта – это специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет государство. Ну а тему культуры в своей традиционной рубрике продолжит Ярослав Щедров. Ему слово. Поскольку сегодняшняя ночь 13 на 14 января старо-новогодние, логично рассказать о филармонической программе «Рождественские встречи», которую представили ульяновским театралом и меломаном в первую декаду начавшегося 2022 года. Причем яркие и запоминающиеся события в новогодние каникулы нашлись как для детворы, так и для родителей. Когда в воздухе кружатся снежинки, а новогодние елки сверкают разноцветными огоньками, мы особенно хотим услышать сказку. Праздничный новогодний проект сказки с оркестром существует в Ульяновске не первый год. В программе «Образца 2022-го» традиционно приняли участие актеры театра-студия «Анфант-Терибль», Татьяна Леонова, Алиса Панова и Александр Лемихов и три ведущих ульяновских оркестра «Симфонический», «Духовой» и «Народных инструментов». Впервые маленькие слушатели, по сути, получили от филармонии настоящий подарок. Цена на билеты для них была чисто символической – 100 копеек. Для пап и мам ульяновская облфилармония представила эстрадную программу, популярные зарубежные мелодии 20-го века в исполнении духового оркестра. За Пепитров стал главный дирижер концертного оркестра Белгородской государственной филармонии Юрий Меркулов. Очень многие ходят даже не столько на «Духовой оркестр», сколько на Юрия Меркулова. Когда дирижируют не Юрий Меркулов, зал не такой полный, как при Юрии Меркулове. Мы всегда вот как-то, знаете, с трепетом относимся к тому, что мы делаем. Ведь наш заряд, наш позитив, наш профессионализм, наше умение – это все передается зрителю. Зрителю, которого мы любим, которого мы всегда ждем на наших концертах, музыканты, духовики. И мы всегда с удовольствием отдаем то, что мы умеем. Те знания, то умение, весь наш профессионализм мы всегда отдаем зрителю сполна. И если мы видим, что зритель нас услышал, зритель аплодирует, зритель рад и доволен, значит, мы все сделали правильно. Музыка Поэтому мы эту музыку исполняем с удовольствием. Конечно, все объять невозможно, ведь мы постарались взять самые такие вкусняшки, такие интересные аранжировки, которые и самим приятно играть, и приятно дарить зрителю. Музыка Старые и всем известные золотые хиты от Джо Кокера и Фрэнка Синатры до Стинга в исполнении ульяновских духовиков и белгородских гостей звучали по-новому и, кажется, даже более современно. В последнее время, да, эти песни звучат чаще, потому что, наверное, дефицит именно сейчас современной музыки какой-то хороший. Поэтому мы очень часто обращаемся, наверное, к тем хитам, к золотым хитам, которые уже завоевали любовь к публике. Главное, чтобы вот и те люди, которые играют эту музыку, наслаждались, да, так скажем, кайфовали, и тогда будут, мне кажется, кайфовать и зрители наслаждаться. Хочется, чтобы все вот расслабились и получали удовольствие. Я хочу всех своих коллег, которые живут в этом славном городе Ульяновск, поздравить с Новым годом. Хочу всех жителей поздравить с Новым годом, и взрослых, и детей. Пусть этот город процветает, потому что здесь живут настоящие труженики, настоящие люди, с которыми действительно приятно общаться. Вот ваша доброта, ваше гостеприимство. Ну, что еще можно пожелать лучше? Я желаю вам здоровья, крепкого, успехов, счастья, благополучия, чтобы все у вас в жизни получилось. С наступившим Новым годом! Хочется пожелать вам теплоты в душе, чтобы ваше сердце никогда не заметали метели. Будьте позитивны, будьте удачливы, успешны. Берегите любовь, если есть. Если ее нет, обязательно найдите и берегите. Субтитры подогнал «Симон»! Парк культуры. Единственная в регионе культурно-информационная программа. Свежие новости культурной жизни Ульяновской области с самых выгодных ракурсов. Театральное закулисье и светская хроника. Эксклюзивные интервью и оригинальная аналитика. Необычный взгляд на обычные новости культуры. По понедельникам на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. Володя, а ты на Новый год получил подарок, о котором мечтал? Или как? Или ни о чем не мечтал? Под елочку ты проснулся, а тебе положили. Чисто теоретически получил. Но даже если бы не получил, я был бы рад любому подарку. Потому что зачем грустить? Ведь подарок должен быть неожиданностью, должен быть сюрпризом. А если ты о чем-то мечтаешь, добивайся этого сам. Ну или хотя бы намекни человеку, который собирается тебе сделать подарок, что я мечтаю именно о таком. Между тем, каждый пятый россиянин недоволен полученными на Новый год подарками, выяснили аналитики. 19% россиян не понравились подарки, которые они получили на Новый год. Вот эти привереды какие. А каждый третий недоволен, каждый третий недовольный презентами, хотел бы их вернуть в магазин. А вообще 82% россиян довольны своими новогодними подарками. Из них 48 однозначно рады. Еще 33, ну скорее довольны. Больше всего радуются полученным на праздник смартфонам, а также подаркам в финансовом эквиваленте. Ну что касается недовольных, то чаще всего критиковали сладости, чайные наборы и одежду с новогодней символикой. Например, свитер, пижама. Ну вообще странно, по мне отличные подарки, теплые и главное в хозяйстве полезные. Кроме этого, рассказывая о судьбе ненужных подарков, 37% россиян сказали, что оставят их себе в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. Каждый пятый передарит непонравившуюся вещь, таковых в этом году в два раза больше, чем в прошлом. А еще 35% россиян хотели бы иметь возможность вернуть в магазин ненужные вещи, полученные в качестве новогодних презентов. То есть им подарили подарки, они еще за это деньги хотят, вернут в магазин и получат деньги. Ну что, хитрый ход. Да, да, да. Ну хорошо, что у нас есть замечательная рубрика «Стиль», где подарок для себя и для родных можно сделать своими руками и не прогадать. Добрый день, уважаемые телезрители. С вами Студия Анна, это рубрика «Стиль». Предлагаю вам сегодня сделать поставку под горячее из пробки. Что нам для этого потребуется? Непосредственно пробковая основа. У меня трафарет заранее подготовленный, акриловая краска, ножницы и лента строительная. По нашему трафарету вырезаем фигурку из пробки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такая вот фигурка у нас с вами получается. И я предлагаю ее покрасить в нужные вам цвета. У меня это будет золотой цвет, я использую акриловую краску обычную. Для того, чтобы край вашего рисунка был ровным, у меня это геометрический просто рисунок, я использую строительный скотч. Формируем строительным скотчем необходимые нам линии на пробке. Вот таким вот образом. И открытую часть мы просто прокрашиваем с вами акриловой краской. Продолжение следует... После того, как всю поверхность нужную вы прокрасили, просто аккуратно отклеиваем малярный скотч. У вас получается абсолютно ровный краешек. Таким образом, вы можете сделать подставку под горячее под тарелки, допустим, например. И у меня это чашки. Спасибо вам за внимание. Это была Анна, рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. Доброе утро! Мы продолжаем замечательный праздник. Сегодня отмечаем день российской печати. Коллег, поздравляем с этим праздником. Ой, ну я предлагаю сегодня о российской печати поговорить. Естественно. Об истории. Естественно. И поможет нам в этом наш утренний гость Юлия Евгеньевна Кириллова. Специалист по связям с общественностью Музея-Заповедника Родины Владимира Ильича Ленина. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Поздравляю! Спасибо! Ну, на самом деле, коснемся истории. У нас в городе Ульяновске существует замечательный музей, который посвящен в том числе и печати. Это музей «Симбирские типографии». Открылся он в конце декабря месяца 2008 года и находится недалеко на улице Ленина, 73. Ну, для наших телезрителей, я скажу, это где мальчик с газетой, памятник книжка с газетой. Конечно. Это сразу то самое здание. Да. На самом деле, у самого здания интересная история, безотносительно музея. В этом здании когда-то находилась одна из частных типографий города Симбирска. Принадлежала эта типография Василию Васильевичу Черникову. Он был ее владельцем. Вообще, личность очень интересная, потому что он был не только, как мы сейчас бы сказали, предпринимателем, но он еще был общественным деятелем и очень много сделал для культурной жизни нашего города. Так он был инициатором и, собственно, руководителем нотного отдела при Карамзинской общественной библиотеке. Он был музыкантом, его считали прекрасным пианистом, аккомпаниатором, и он даже издавал собственные произведения под псевдонимом «Имберт». Так вот, то есть творческое начало и бизнес все-таки совместили. Абсолютно, в этом случае, да. И он и в бизнесе, в общем-то, был очень интересным человеком. Например, он начал издавать газету «Волжский вестник». Правда, у него не получился этот проект, был один единственный выпуск, после чего он продает этот проект в Казань, и в Казани эта газета становится очень успешной. У нас почему? Он не дотянул? Или все-таки публика была не готова? Ну, на самом деле, у нас Симбирск был достаточно скромно представлен по части печатных изданий. У нас была официальная газета «Симбирские губернские ведомости» с 30-х годов 19 века, она издавалась. Была газета «Симбирянин», и вот этот вот проект Черникова, ну, как-то он не зашел, как мы сейчас говорим. А вот в Казани он пошел на ура, и газета стала одной из самых лучших в Российской империи. Здорово. Чем отличалась она от тех, что были у нас? Нет, изначально тематика у нее была сельскохозяйственная. О, как! Да. Так, это уже в Казани она тоже была сельскохозяйственная? Ну, там они пересмотрели, но даже тематические газеты того времени и издания очень интересны сами по себе. Сегодня я вот вам принесла сельскохозяйственную газету, могу сказать. Земледельческая газета, 1901 год. И если посмотреть в содержание, здесь не только узкая тематика, но и письма читателей. Ну, например, очень любопытная статья, посвященная белым грибам. А, то есть человек писал в газету, там, о белых грибах. Да, причем... Как, что, куда, и... Писали и любители, и профессионалы, и обзор сельскохозяйственной техники с картинками. Выходила газета в Санкт-Петербурге, это не симбирская газета, но для тех, кто занимался сельским хозяйством, это вот узкоспециализированные издания. Можно было на почте оформить подписку и, соответственно, получать. Выходила она достаточно часто, несколько раз в месяц. То есть это вот сейчас как СОПКОРы, собственные корреспонденты. Не нужно даже иметь в штате корреспондентов, все, вот присылают и специалисты. Написал в письме, отправил. Тут разные рубрики, в том числе и наблюдение за погодой. Но сейчас нам, конечно, читать очень интересно, потому что это такой срез жизненный. А в фондах музея-заповедника, например, есть интересный журнал, начало 20 века, журнал для домохозяек. И он пользовался огромной популярностью в Российской империи. Почему? Потому что там публиковали последние фасоны французских платьев. И даже с выкриками. То есть можно было прям вырезать, шить. Да, смотреть и быть в курсе последней, так сказать, времени моды. Большое ли количество подписчиков было, или все-таки все скромно? Нет, он пользовался популярностью, но выходил он не очень долго, потому что началась Первая мировая война. Потом выпуски приостановили, возобновили после революции, но в 20-е годы он уже прекратил полностью свое существование. Но журнал прелюбопытный, потому что кроме французской моды там были рецепты. О, это всегда как бы красота и еда. Да. До сих пор... Себе еще это все сочетает. До сих пор все в тренге. Секрет популярности, да. И плюс там еще был раздел билетристики, то есть публиковали романы, дамские, очерки самые разные. Это абсолютно вот такой жизненный срез, который потом очень интересно смотреть историкам и краеведам. А вообще большие тиражи были? Они были очень разные, надо сказать. Конечно, официальная пресса выходила достаточно большими тиражами, вот такие, как, например, симбирские губернские ведомости. Какие-то тиражи были совсем небольшие, ну и любители могли напечатать за свои деньги совсем крохотный тираж, то есть это 50-100 экземпляров. Газеты выходили, конечно, многотысячными тиражами, но, надо сказать, труд не только корреспондентов, редакторов, но и труд непосредственно тех, кто работал в типографии, в то время, конечно, очень тяжелый. Потому что, только представьте, газетную страницу ее нужно физически набрать, то есть приходит рукописный вариант, после чего в типографии его набирают с помощью литер. Ну это вот как раз... Вот они, буковки я вам сегодня принесла, показать, вот они, вот это деревянные литеры разных размеров, да, можно посмотреть. Теперь вырезается буковка, они должны отображаться зеркально, то есть вы еще и должны при наборе сообразить, да, как будет текст отображаться. Разный размер, разный вид. Ну разный шрифт. Естественно, сейчас все это делается в компьютере, верстальщиком, например, а тогда это физическая работа, то есть ее нужно вырезать из дерева, либо отлить в металле. Ну вот металлическая. Да, вот металлическая, видите, они даже с краской у нас немножко, они пачкают, поэтому вы сегодня как работники типографии настоящей. Да. После чего верстальщик набирает из буквок этот текст. Он его отпечатывает на станке, под прессом прокатывается лист, потом он несет его корректору. Корректор находит ошибки, вот такие, если вот зеркальные буквы, там пропущено что-то, делает правки, возвращает. Перстальщик перебирает, снова печатает. В день до тысячи листов печатали в небольших типографиях. И это все вот физически набрать эту страницу, отпечатать, прокатать ее, исправить, снова отпечатать. В общем-то физически достаточно тяжелый труд на станках, в том числе на типографских. Их не очень полезный для здоровья, потому что и сами литеры, металл, это свинец, олово, не полезны для здоровья. И типографская краска тоже, она содержала... Въедалось, наверное... Да, химические тяжелые вещества, и в общем-то труд этот не самый простой, вот рядового сотрудника типографского. У нас в городе Симбирске частных типографий было 10, и была губернская типография. Кстати, губернская типография одно время была на улице Ленина тоже, от нас территориально недалеко. А вообще вот такая тяжелая работа, ну как это сейчас говорят, она считалась престижной? Оплачивалась ли она достойно? Оплачивалась средней, нет, она не считалась престижной, это рабочая абсолютно специальность, вот эти все наборщики, верстальщики, кто работал непосредственно в типографском, скажем, цеху, батырщики, была такая профессия, теридорщики. Вот это рабочие обычные специальности, они изменились, конечно, со временем, изменился смысл, изменились технологии, но в общем-то все эти люди до сих пор работают в типографиях рабочими, и они создают вот эти книги, печатные журналы, газеты, которые мы потом читаем. А что касается штата, они обычно были достаточно большие, или это действительно один-два специалиста? Нет, зависит, собственно, от того, какая это типография, в больших государственных, конечно, много, но вот смотрите, у типографии должен быть управляющий, у типографии должен быть обязательно корректор, у типографии должен быть верстальщик. Несколько человек работают непосредственно в типографии, те, кто наносят краску на подготовленный макет, те, кто отпечатывают, прокатывают листы, ну и мальчики-газетчики тоже так, без них. Вот посмотрите, сколько человек мы насчитали, ну а дальше все зависит от благосостояния владельца, насколько это успешно для него дело. На типографии не только печатала газеты, журналы, они, конечно, брали любые заказы, печатали карточки, бланки, счетов, то есть это все, что печатает типография сейчас, печатали и тогда. Все, что можно было напечатать, все печаталось. А что касается газет, сельскохозяйственная поняла была, для домохозяек, что еще такого интересного было? Ну, попробуйте догадаться, кому посвящена и кому предназначалась газета с труднопроизносимым названием «Конфектчик». «Конфектчик». Да. Ну, звучит как конфеты, но вряд ли… Вряд ли кондитером. Вряд ли кондитером. Кондитером. Кондитером? Кондитером. Только для кондитера. Я думал, просто подвох какой-то есть, поэтому отмел эту версию. На самом деле, в начале XX века, в общем-то, до Первой мировой войны у нас полиграфия и газетное дело, публицистика переживали подъем. И было множество самых разных изданий, вот в том числе, достаточно редкая газета, она у нас никак не издавалась, это все-таки Санкт-Петербург и Москва, газета для рабочих кондитерских предприятий, тех, кто связан с кондитерским делом. Название странное, можно использовать в качестве тренажера, конфетчик. На самом деле, в основе немецкое слово «конфект». И когда-то конфеты были конфектами, вот. А мы говорим «конфеты», «конфетка» — это французское слово, французская основа, вот без этой буквы «т». Но это рецепты, это лучшие сотрудники месяца. Обзор торта. Да, обзор. Ну, тоже такие же подборки, самые разные информации. Газета достаточно узкоспециализированная, хранится она в Москве, если не ошибаюсь, вот в российской научной библиотеке. То есть все эти издания, они хранятся и представляют вот такие вот срезы времен, что ли, что называется. А вот тех времен были, может быть, какие-то спортивные? Узкоспециализированные издания? Ну, да, да, такие разные спортсменов. Или, в общем-то, и спорт тогда не очень... Ну, на самом деле, это тема серьезной научной работы, которая должна основываться на архивах Москвы и Петербурга, потому что, в общем-то, самое крупное собрание архива газет, периодики, публицистики — это в архивах столицы Москвы. И в Санкт-Петербурге есть еще музей печати. То есть у них тоже в фондах очень много интересной информации о журналах и газетах того времени. Я осмелюсь предположить, скорее всего, какой-нибудь листок-то выходил. Да, так же, как и музыкальный. Вообще, удивительно, конечно, столько лет, десятков, сотен живет газета, но при этом не теряет своей актуальности. То есть сейчас, когда у нас есть возможность читать газету онлайн, мы даже показываем по телевизору одну из российских газет, все равно интерес к тому, чтобы вот ее поддержать, по-прежнему остался. Одно дело — книга. Книга всегда шуршит, но ведь и газета по-прежнему... Ну, вы знаете, однажды мне попалась такая фраза, суть которой сводилась к тому, что, ну вот, когда появилось кино, очень многие думали, что театр умрет. Ну, кто пойдет в театр? Ну, тут же кино, вау! А посмотрите, что произошло спустя сотню лет. Есть и театр, есть и кино, есть люди, которым нравится театр, кто ходит в кино, кто ходит и туда, и туда. Поэтому я думаю, что любовь к именно бумажной версии и газеты, и журналу, она все равно у кого-то сохранится. Может быть, она не будет такой массовой, как это было когда-то, да, например. Например, будет постепенно все равно новая форма какая-то существовать, подача информации. Но я думаю, что и бумажные версии будут существовать наравне с остальными. Ну, как же, что постелить на стол? Ну, я извиняюсь, если что-то... Ну, вот как вы относитесь к нецелевому использованию газеты? Главное, чтобы одна из версий этой газеты попала в архив и осталась для истории. А вот все остальное, ну, тут уже на усмотрение того, кто приобрел. В любом случае она приобретается сначала для целевого использования, сначала ее прочли. Поэтому очень здорово, что у нас есть читающие люди, которые все еще любят газеты. А вот сегодня все-таки День Российской Печати. Как-то у себя в музее будете отмечать? Ну, Музей Симбирской типографии, несомненно, отметит ударной экскурсии этот праздник, потому что этот музей действительно посвящен, и экспозиция его посвящена истории печати. Там можно посмотреть вот как раз на станки, на которых печатали газеты и листовки, посмотреть полностью на комплект вот этих вот литер, узнать, кто такой батырщик, кто такой теридорщик, и даже, скажу по секрету, попробовать сделать... Вот только хотел спросить, вот можно ли самому отпечатать что-то? Можно, а потом получить выговор от корректора или не получить. А можно только во время праздника или, в принципе, всегда? Можно в рамках экскурсии попробовать сделать небольшое, набрать послание самому себе и посмотреть, как это выглядит на бумажном листе. Здорово! Ну, тогда всех обязательно, всем советуем посетить. Конечно. Пускай не сегодня, 13-го, а то сейчас очень много будет людей. Но потрясающая, я думаю, экскурсия. Спасибо за чудесную беседу. И теперь мне тоже интересно, кто же такие эти слова батырщики. Да, видите, ну, у вас есть повод прийти в музей Симбирской типографии. Что ж, обязательно им воспользуемся. Спасибо большое за интересную беседу. Телезрителям напомним, что этим утром у нас в гостях была Юлия Евгеньевна Кириллова, специалист по связям с общественностью, музей-заповедника Владимир Ильича Ленина. Ну, а мы двигаемся дальше. Репортер 73 в новом сезоне еще и на ОТР. Живи и смотри. Оперативные новости ежедневно. Эксклюзивные интервью и детальные расследования. Бодрое живое утро с гостями в студии и на площадках города. Подробности национальных проектов и их исполнения на местах. Курс на здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. В эфире и соцсетях. Конкурсы и удивительные открытия. Репортер 73 заглядывает в самые отдаленные села региона и рассказывает, как живут земляки. Вместе интересно постигать азы театральной грамоты и повышать уровень финансовой подготовки. Защищать экологию и права гражданина. Нам под силу трансляции концертов, соревнований, форумов и парадов. Репортер 73 в год Великой Победы читает письма памяти. Чтит героев нашей страны и любит свою малую родину. Репортер 73 в новом сезоне. Еще и на ОТР. Живи и смотри. Вот и пролетело очередное утро на телеканалах Репортер 73 и ОТР. А значит, нам пора поговорить о том, чем мы сможем скрасить четвертый рабочий день нового 2022 года. И это, естественно, праздники. Только напомню, что сегодня четверг, 13 января. Уже запуталась сама. Понятно, но сложно войти в рабочий режим. О дне российской печати мы уже говорили. Но и без этого праздника сегодня есть что отметить. 13 января некоторые отмечают день осуществления мечты. Чудесно. Еще сегодня день резинового утенка и день десерта персик мельба. Прекрасный праздник. Я даже не знаю, чему больше радоваться. В Индии сегодня отмечается праздник горящих костров, а все страны Скандинавии отмечают день святого кнута. Если вы пропустили сегодняшний выпуск нашей программы, наверстать упущенное можно на сайте trineiw.reporter73.tv А еще своими историями можно поделиться по телефонному номеру утренней редакции 30 50 73. На этом будем прощаться. В студии для вас работала Екатерина Терещенко. И Владимир Гаврилов. До завтра. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!